Сегодня огласили приговор виновнику страшной аварии, которая произошла в Чувашии 11 октября прошлого года. Тогда на трассе М7 в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района погибли 12 человек. Вечером 11 октября 2018 года микроавтобус, который следовал по маршруту Канаш-Москва, столкнулся с фурой. 11 человек погибли на месте, еще один позднее скончался в больнице. Следствие выяснило, аварию спровоцировал водитель самосвала. Установлено, что он двигался со скоростью не менее 85 км в час. Тогда как на данном участке местности максимальная разрешенная скорость составляет 70 км в час. Кроме того, в нарушении правил дорожного движения подсудимый не успел среагировать на торможение впереди идущего транспортного средства, которое он совершил перед пешеходным переходом, и вследствие чего принадлежение выехать на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Гособвинение просило дать виновнику 6 лет лишения свободы, однако суд учил ряд смягчающих обстоятельств. Подсудимый признал выезд на встречную полосу и частично компенсировал истцам моральный ущерб. Признать виновного в совершении преступления, присутствующей частью 5 статьи 264 КРФ, и назначенному наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии поселений с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Также ему предстоит выплатить моральную компенсацию. Ольга Пырочкина, Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.